Так, я извиняюсь, все мной сложно, но как мы будем добраться на участке, способной как веревочкой, вот, сейчас покажу, сколько у нас в мире Земли. Если что, не пугайтесь, я смотрю, не понедор. Поэтому вам может прийти, но я скажу, здорово. Так, и вот, мы побежаем. По второму концу участка, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он наш заезд. Вот, то есть, вот это вот все справа, наше, вот, подстанция тоже наша. Вот, такая история. Так, ребята, еще раз извиняюсь, это темно, но у меня не получилось доехать ранее, сейчас всего 3.30, и сразу темнеет зимой. Вот, ну, плюс погода сейчас не солнечная. Это, в принципе, я все показывала, но я к тому, что начали. Поставили эти палки, колышки уже на месте будущих строений. Вот, здесь будет бытовка вся строительная, потом сторожка, она же, который, ну, как сторожка, ну, сторожка, да, и потом этот контрольно-пропускной пункт, да, на эту территорию, потому что вот эта территория, на которой, ну, этот кусочек, эй-эй, не закружен, он технически будет, он здесь будет всякие здания, кормокухни, вивари, там, для кормовых животных, вольеры, для тех животных, которые, дети, которые лечатся там, и выпускаются тут, в смысле, и выпускаются тут. Вот, вот, вот эта разметка, не видно, красная, да, немножко красная. Это вот здание будет у нас в клинике. Вот, вот оно, вот оно, где-то там намотано. Так, вот это вот здание, этот, вивари, 6х6 метров, вот, а вот там вот, туда, вот, 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 туда, так, вот это вот, я так понимаю, еще колочки, да, это еще колышка клиники, и где-то вот тут вот за клиникой, сейчас дойдем, а, вон, пичи вольеры. Ну, в принципе, пока первые эти вольеры, такие, как у меня, не исключаем, деревянные, вот, потому что они, в принципе, себя оправдали, где-то не прошло, жили, и вот, соответственно, туда дальше, вон, следующая столба, 15 метров в длину, будут эти деревянные вольеры, вон, и в ширину, следующий колышок. Вот, вот, где-то еще там может быть, а, вон, вижу, недавно, не видно. Вот, а так, я говорю, да, направо пойдешь, направо пойдешь, все, наше хозяйство найдешь. А еще, я не только сюда приехала колышки показать, хотя это только очередная задача, я еще приехала запустить, у меня, оказывается, в бассейне выжила немножко рыбы, вот, ну, в бодрячем бассейне. И я решила ее запустить в этот пруд, сейчас я тут наколупаю дырдочку с края и запущу туда там оставшихся рыбешек, я их с собой привезла, потому что бассейн-то все, я уже слила, наконец-таки, окончательно, а рыбку надо выпустить, вот, поэтому сейчас возьму каком-то ломик железный и навтыкаю тут дырдочку, покажу потом. Вот она моя бедная рыба в такой болотной воде, потому что я сначала сейчас сливала воду, а потом уже ловила рыбу и ловила ее, так, нет, подождите, я сейчас еще немножко колону, прямо от берега, чтобы ее залить. Та-да-дам! Та-да-дам! Псюха с железякой. Так. Уф, не буду. У! Так. Все, я думаю, что нам хватит такой пророджи. Все, пошла, первая я видела. Ага, вот они, бедашки. Все, так-так-так, проваливаемся под лед. Ну давай, заныривай. Давай, ой, все. Все, все, нырнули. Ура! Вот. Тут дырдочку. На самом деле, я так понимаю, в таком надо, конечно, если бы много рыбы, то дырки делать малым объемом, ну, не знаю, сколько. Ну, в смысле, малое количество рыбы, не знаю, сколько надо. Я думаю, что вряд ли они выдушат. У нас тут весь пруд. Но с другой стороны, есть гургулятор, и дырки делать можно. Не то, в смысле, они в бассейне подохли, если там уже, значит, и валют встал. Ну, как видите, все нормально. Пережили. Все. Свинетели куда-то рыбки. И я поеду. Так, а еще, да, про наш участок. Это вот, я сейчас дойду, просто покажу. Масштабы, я там те границы показала. Сейчас покажу вот здесь вот. Прудов будет несколько, это не последний пруд. Тут вот уже, конечно, так подболоться. Но это Питер, детка. У нас везде подболоться. Ой. Так, я его не помню сейчас. Так, вот это вот наша. Вот это канава тоже наша. Так, сейчас я, оп, а я ее уже, прыгну. Так. А вот та сосна уже не наша. Но нам до той сосны не хватает буквально нескольких метров. То есть это поле, справа и слева, и все, соответственно, все наше. Вот. Ой. Под эту зону, в этой зоне я планирую вольеры под выпускных животных. Особенно под копытных, под зайцев. Вот. То есть такие, ну, огороженные просто вот таким квадратом большим площади. Где там те же лосята могли бы расти и готовиться к возвращению в природу уже. Ого. Холодно. Так. Ну, в общем, я сейчас, у меня закрыт этот кадастр. Ну, где-то вот, вот так вот. Там буквально несколько метров до канавы не хватает. Сосна, кстати, короче, красивая. Но не наша. Так что у нас, я не помню, могу потом посмотреть, типа метра три, что ли, четыре, может, до канавы не достаём. Вот до этих деревьев, то есть чуть-чуть до них не доходим. Ну, вот до этих деревьев мы чуть-чуть не заходим. Вот. А там моя машинка стоит. И это она стоит ещё не на третье где-то участка. Нет, на середине. Да, где-то на середине участка. Ю-ху! Просторы! Ну, большие просторы, конечно, требуют больших вложений. Вот один там, не знаю, съест, чтобы могла заезжать грузовая машина, чтобы материалы завозить. Мы отсыпали, и туда ушло несколько камазов-щебня, и вышло там на восемьдесят тысяч все это мероприятие просто отсыпать в еж. Ну, да. И это недорого, при том, по объёму именно камазов. То есть нормальный дешёвый щебень тут, ну как недалеко. Вот там в конце полей, вот там в конце полей, там есть карьер. Ну вот, из него. Я так понимаю, что везли. А тут надо сажать ещё сады. Ну, не прямо здесь, я думаю, что с той стороны. Вот эти места участвуют вообще дикими. Здесь засадить, на саду хочется посадить рябинок больше, черноплодные рябины. Потому что это то, что едят животные, то можно прямо в вольерах сажать. А все эти яблони, груши, это вот то поле, которое просто... И чистая, которая... Так, я как-то сюда зашла, а теперь... А, вот там я зашла. Ай, малиной, да, надо посадить побольше. Лежевики. Всякого-всякого разного. Знаете-ка, она вот довольно прикольная. Мне, конечно, надо будет углублять и дренажные, потому что что-то как-то не очень дренажные. Вода оттуда не уходит. Ну, вот в поле, в смысле, надо будет перекопать всё это дело. Весной побольше накопать. Бесверечных, дренажных и это. Но, сами по себе, идея канавки, она хорошая. Их тоже можно будет задействовать под вольеры. Прям включать как бы в какие-то вольеры для, там, не знаю, околоводных животных. Я не буду плавочек, но таких, которые водичку при этом любят. Какие-нибудь там сапли, не знаю. Еще кто-нибудь. Вот, короче, можно будет так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну, вон, видите, как бы вода-то высоко. Прут высоко, да, там ниже. В общем, мы будем разбираться, мы же весной. Красиво он так сверз. Прудов тоже несколько, естественно, выкопаем, это поставим. И еще несколько подкопаем. Потому что животных у нас много, которые любят воду. И потом она нужна медведей в вольерах. Обязательно пруд должен быть, конечно же. Чтобы им было хорошо и весело. Так, рыбки все убежали? Все убежали. Все, и мне пора. Поеду я. Спасибо всем, кто нам помогает. Кто делает наши, как это сказать, стройки возможными. Всем нашим спонсорам. Потому что это, конечно, неимоверно огромная история. И такая прямо серьезная. И мы без вас, конечно, совсем бы не справились. Начинаем, прикольно. Вот скоро на днях будут сваи крутить, ребята. И потом уже делать вольеры и здания. То есть вольеры, вроде как, первая птичья наш нашелся спонсорами. Там все-таки сорвется. Ну, все-таки бывает. Вот. Соответственно, начнем с них. Если нет, тогда начнем с хотя бы каркаса этих зданий. И под Вивари, и под клинику. Потому что Вивари, конечно, очень нужно, чтобы там тех же перепелочек завести. Еще какие-то кормовые объекты. Потому что очень много животных кушают. И чтобы максимально сэкономить, надо что-то сделать. Вот. А там, да, вот эта зона, как бы, ну, краматор будет там дальше. Как раз ближе к границе участка, в ту сторону. Ой. Вот. Все. Всем спасибо. Да, каркас разбирать будем, скорее всего. Какой-то он. Не знаю, короче. Посмотрим. А может и его доделывать. Может и разбирать тоже дома. То оставим, соответственно. Потому что волонтеры, там сотрудники. Надо будет где-то чай пить, раздеваться в тепле. И где-то все тоже очень важно. А Мишкам хочу. Сейчас попластую. Хочу тоже. Мишкам хочу. Вот. Туда дальше. Сделать там, типа, 30 метров. Большой вольер с природным грунтом. Ну, эта история будет уже чуть похоже. Сначала надо сделать вольер, куда переезжать. Потом разобрать старый. И с помощью его, докупив материал, собрать уже здесь такой прям большой-большой. А я говорю, хочу все-таки природные грунты, чтобы они могли бегать по земле. И чтобы пруд у них был. Ну, примерно как вот в Белой Скале, которая это украинский центр реабилитации бурых медведей. Ну, как приют даже, а не центр реабилитации, да. Они все-таки берут животных, которые взрослые уже, которых нельзя выпустить и содержат их достойно. Очень достойно. Прям посмотрите в Инстаграм. У них есть страничка. Белая скала они называются. Очень, очень хороши. Вот. Хочу, как у них. Всего было много места. И медвеж-мишкам, и всем остальным зверушкам. А вот с этой стороны, за прудиком, да, там пойдут чевальеры как раз для орлов. Следующий конструктив, который планируем строить. С одной стороны, я рада, что подморозила, что можно проезжать на машине. С другой стороны, снега, конечно, много не хотят. Все хотят снега, а я не хочу. Потому что много снега, это, ну, будет сложнее строить. Поэтому я, короче, не как все. Мне в этом году очень нравится теплая зима. Пускай будет, по крайней мере, какое-то время. Он такой, нет, я очень теплая, в общем, в виде не лягу. Такой средне-теплый. Около, там, минус пять. Чтобы было и вашим, и нашим. Вот. Вот.